Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 240 миллионов лет тому назад огромные доисторические рептилии плавали здесь в глубинах Древнего моря. Это были по-настоящему жуткие морские твари. Новая поразительная находка, сделанная в этих пустынных холмах, открыла ученым факты об одном из самых свирепых существ, когда-либо живших на планете — острозубом ихтиозаври. Этот хищник стоял на вершине пищевой цепи в этой экосистеме. В то время он был океанским тираннозавром. Я слишком сильно волнуюсь. Эта находка может изменить наше понимание того, как развивалась жизнь в доисторических морях Земли. С точки зрения науки, морские чудовища древны. Группа палеонтологов отправляется в экспедицию в пустыню Невады. Эти сухие песчаные холмы являются могильными курганами доисторической жизни. Но эта команда не ищет древнюю жизнь, закопанную под землей. 240 миллионов лет назад Невада была подводным раем, где жили ихтиозавры. Первые рептилии, покинувшие сушу и ставшие морскими животными. Ученые знают, что они здесь, потому что они уже находили их раньше. В июле 2008 года другая группа палеонтологов откопала почти полностью сохранившиеся останки гигантского ихтиозавра в близлежащих горах Агаста. Ихтиозавр был почти 10 метров в длину. Его тело было довольно узким. У него имелся длинный хвост. Череп был довольно большим. Сейчас мы полагаем, что он мог достигать полутора метров. Это довольно много. Размер ихтиозавра нас сильно удивил, поскольку до этого мы знали, что более ранние ихтиозавры были длиной максимум 3,5 метра, или, может быть, чуть-чуть больше этого. Но 10 метров. Этого мы никак не могли ожидать. Однако одна особенность делала этого ихтиозавра не похожим ни на какое другое существо тех времен. его зубы. Они были ромбовидными, с острыми режущими краями. Это существо было абсолютным хищником, который мог разрывать своих жертв на части. Когда мы только добрались до этого образца, увидели его, то были ошеломлены. Мы могли видеть череп, он был на поверхности, и зубы торчали наружу. Несколько зубов лежали прямо там, на земле. Мы могли взять их. Это были крупные зубы с острыми краями. Они лежали там и подтвердили то, на что мы надеялись. Мы нашли ихтиозавра, у которого были зубы с острыми режущими краями. Это обычный тип зуба для ихтиозавра среднего тряского периода. У него округлое поперечное сечение. Это зуб, которым легко проткнуть скользкую добычу вроде рыбы и затем проглотить ее целиком. А зубы нашего ихтиозавра сильно отличаются. Этот зуб гораздо более мощный, он почти ромбовидной формы из-за этого острого края, идущего до самого конца. Он подходит для того, чтобы вгрызаться в мышечные волокна крупных мясистых животных и откусывать от них куски. Ему не обязательно было проглатывать добычу целиком. Он мог откусывать от нее куски и есть ее по частям. Да, он развязал ее, как нож мясника. Я не думаю, что у него были какие-то естественные враги в этой экосистеме. Он был на верхушке пищевой цепи. Окаменелости находились внутри множества тяжелых каменных глыб, и унести их оттуда было невозможно. Весело, правда? Да, неплохо. Для такой дали требовалось специальное оборудование. Вертолет. Мы редко используем вертолет в экспедиции. Это довольно дорого. Иногда пилоту трудно приземлиться в нужном месте. Горы Агаста довольно крутые. В них врезаются глубокие каньоны, а этот образец находится на склоне одного из таких каньонов. Поэтому там нет плоских площадок. Вертолет прилетел и бросил нам сеть, а мы погрузили в нее отдельные блоки. Чтобы они не бились друг от друга, мы завернули их в одеяло. Эхтеозавра отправили в Чикагский музей естественной истории Филда. Там можно более глубоко изучить найденную окаменелость. Это существо во время своей жизни было на верхушке пищевой цепи, как некоторые нынешние акулы и касатки. Но эта гигантская рептилия не всегда была морским чудовищем. Более 250 миллионов лет назад она жила на сушке. Ученые могут проследить за эволюцией Ихтеозавра благодаря останкам окаменелости. Здесь у нас одна из самых древних окаменелостей. Это лапа Ихтеозавра. У нее форма плавника, но если приглядеться получше, можно увидеть, что у нее пять пальцев, как и у нас. Каждая кость пальца по форме напоминает песочные часы с осью посередине, опять же, как у нас. Так что мы видим, что это животное произошло от кого-то, жившего на Земле. Если прокрутить время на пять миллионов лет вперед и посмотреть сюда, то снова можно увидеть пять пальцев. Но форма костей уже другая. кости округлой формы и плотно собраны друг с другом. По мере того, как менялась костная структура задних и передних лап, конечности, которые когда-то использовались для плавания, стали больше похожи на руль корабля. Но перемены продолжали происходить, и через миллионы лет Ихтеозавр стал больше похож на рыбу, чем на рептилию. Со временем стало изменяться и строение всего тела. Через 35 миллионов лет форма их тела стала совершенно походить на рыбью. Палеонтологи были шокированы столь ранним появлением острозубого существа в эволюции Ихтеозавр. Это было еще одно свидетельство того, что первые Ихтеозавры были гораздо более разнообразны, чем было известно ранее. Когда я впервые услышал об острозубом Ихтеозавре, я был искренне удивлен. Мы знали, что некоторые более поздние Ихтеозавры имели острые зубы, но чтобы столь раннее вида. Прошло ведь всего 5 миллионов лет с появлением Ихтеозавра. Это был сюрприз. Это феноменальный пример того, как быстро может происходить эволюция. Быстро у масштаба геологии это может быть несколько миллионов лет. Для палеонтологов 5 или 10 миллионов лет это очень короткий период времени. Первые Ихтеозавры появились вскоре после того, как на Земле произошла катастрофа планетарного масштаба, называемая Пермско-Триасовое вымирание видов. Пермско-Триасовое вымирание видов произошло примерно 250 миллионов лет назад. Может, чуть раньше. Это было глобальное массовое вымирание земных видов. Оно сильно повлияло на жизнь на планете. Скорее всего, это произошло из-за сильной вулканической активности, которая повлекла за собой изменения в атмосфере и повышения температуры, что, несомненно, сильно повлияло на морскую флору и фауну. По подсчетам ученых, 95% морских и 70% сухопутных видов исчезло с лица Земли. Но начался новый цикл эволюции, и выжившие рептилии стали развиваться по-разному. Некоторые остались на суше, а некоторые ушли в море. Вся жизнь изначально вышла из моря. У доисторических рыб стали появляться конечности, позволявшие им выползать на сушу. А теперь первые рептилии возвращаются обратно. Мы точно не знаем причину, побудившую рептилии вернуться в океан. Но есть несколько предположений. И, пожалуй, самое удачное это пища. Это пища. Рептилии, которые смогли приспособиться к водной жизни, встречали на своем пути совсем немного врагов. Всего за несколько миллионов лет они стали полностью морскими животными и превратились в новый вид. В их теозавр. Тогда не было крупных рыб. Акулы были довольно маленькими, и рептилии не встречали отпор со стороны морских хищников. То есть их теозавры просто пришли в эту девственную среду, не встретив отпора. И смогли воспользоваться морской средой и довольно быстро развиваться. Теперь ученые надеются, что им удастся объяснить, как сухопутная рептилия превратилась в полностью морское существо. Для этого им нужно найти окаменелость, иллюстрирующую этот переход. Один из главных вопросов это происхождение теозавра. Надо сузить область поиска и желательно точно найти то семейство сухопутных животных, от которых они произошли. Это даст лучшую картину их пошагового развития от полностью сухопутного животного до идеально приспособленного к морской жизни существа. За 5-10 миллионов лет покорения водного пространства их теозавры разделились на дюжину разных видов. Но ни один из найденных ранее видов не считался диким плотоядным животным. До настоящего момента. И теперь ведется исследование этого вновь обнаруженного существа и того, что оно может рассказать о доисторических морях. Группа их теозавров охотится в древнем океане Земли. Эти существа необычные хищники. Их острые зубы делают их высшими хищниками морских глубин. Маленькие рыбки не удовлетворят их аппетит. Ученые считают, что у них было желание и возможность охотиться на гораздо более крупную добычу. Или даже на себе подобную. За считанные секунды их теозавр погружает свои острые зубы вплоть своего более мелкого собрата. И этот убийца получает новую добычу. Однако ученые хотят знать, в каком именно месте эволюции их теозавров находится это острозубое существо. Эта информация может помочь им разгадать загадку, от каких именно сухопутных животных произошли их теозавры. И как они эволюционировали. Острозубые их теозавры рассекали подводные глубины, когда Земля выглядела совсем по-другому. Если бы у вас была машина времени, чтобы вернуться на 250 миллионов лет назад, вы бы увидели один огромный континент и огромный океан. Вы бы не увидели Землю. Континенты были соединены вместе в один называвшийся Пангея. Это был континент в форме буквы «С», окруженный огромным океаном Анталаса. Все их теозавры произошли от одной рептилии, которая вошла в океан с берегов Пангеи более 245 миллионов лет назад. Кто-то может подумать, они живут в океане, прямо как рыбы. Но это не рыбы, это рептилии, они четвероногие. Сделав океан своим домом, они превратились в полностью водных существ. Эволюция работает так, происходят мутации, появляется какая-то новая черта. Если она не мешает, она остается, а если мешает, то исчезает. Так появляются новые формы. Ихтеозавр это всего одно звено в головоломке полной картины эволюции. Но они являются отличным материалом для изучения, потому что они появились в очень простой форме, а затем началась адаптивная радиация. Адаптивная радиация это термин, означающий быстрый рост разнообразия новых форм живых существ. Всего за 5 или 10 миллионов лет от одной сухопутной рептилии произошло около 12 видов ихтеозавров. К тому моменту пути назад уже не было. Они перестали быть адаптированными к жизни на суше. За несколько миллионов лет их костная структура перестала поддерживать их тело. Если бы они оказались на берегу, с ними случилось бы то же самое, что происходит в наши дни с выбросившимися на берег китами. Если бы они не смогли заползти обратно в море, они бы погибли от перегрева или от удушья. Острозубых ихтеозавров было преимущество перед всеми другими морскими жителями. Благодаря своим размерам и острым зубам они поднялись на самый верх пищевой цепи. В любой группе животных существуют различия. Если в группе возникает мутация или перемена, благодаря которой рождаются животные с зубами, более приспособленные к добыванию пищи, то эти животные становятся более успешными. Они живут дольше, они больше размножаются, у них появляется больше потомков. Это важная экологическая ниша, которая ждала прихода какого-то животного. И в данном случае впервые это была морская рептилия, этот по-настоящему огромный ихтиозавр. Ученые собираются решить загадку, где именно в эволюционном ряду ихтиозавров находится это острозубое животное. Экспедиция вновь направляется в Неваду в поисках новых ответов и свидетельств, которые могут предоставить только раскопки. Останки ихтиозавров находили по всему миру. Но одно место является магнитом для палеонтологов уже более столетия. Это Фосилхилл. Фосилхилл имеет важное значение для истории, потому что именно здесь были обнаружены первые ихтиозавры. Отсюда увезли довольно много окаменелостей морских рептилий. Это 30? Это наше? Фосилхилл находится всего в 80 километрах от того места, где в 2008 году нашли острозубого ихтиозавра. Теперь Рёсу Кемотани с коллегами Ларсом Шмидцем, Пэтом Эмбри и Нилом Келли прибыли на Фосилхилл в надежде узнать больше об острозубом ихтиозавре и его других ранних собратьев. Горы Агаста и Фосилхилл находятся довольно близко, в 80 километрах друг от друга в северо-западной Неваде. И там и там находятся камни примерно одного возраста. И в обоих местах были найдены окаменелые останки ихтиозавров. Так что есть шанс, что на Фосилхилл мы найдем и других ихтиозавров, которые смогут помочь нам разгадать загадку нашего острозубого ихтиозавра. Команда палеонтологов направляется на холмы Невады в поисках находки, которая сможет помочь им узнать больше об острозубом ихтиозавре. Еще один найденный артефакт мог бы стать уникальным открытием. Но самая главная цель палеонтологов найти окаменелости связующего звена раннего ихтиозавра, который жил в то время, когда происходил переход от сухопутной жизни к морской. Мы точно не знаем, сколько времени у них заняла полная адаптация к водной среде, потому что первые найденные нами окаменелости принадлежат существу, полностью приспособленному к жизни в море. Но добраться до места назначения, до Fossil Hill не так-то просто. Приходится взбираться на крутые склоны и ехать по пересеченной местности. Fossil Hill находится в северной части штата Невада, в районе гор Хамбл. Его высота чуть больше полутора километров. Это считается высокогорной пустыней. Здесь очень холодная зима, а летом жарко. Нам нужен внедорожник с полным приводом, чтобы добраться до места. Здесь холмистая местность и никогда не знаешь, какой погоды ждать. Может случиться песчаная буря или метель, или солнце будет палить нещадно, никогда не знаешь, чего ждать. Понимание эволюции любого доисторического вида требует наличия ряда окаменелости, которым много миллионов лет. Но их очень трудно найти. Для получения одной окаменелости должны сойтись вместе множество непредвиденных обстоятельств. и это большая удача. Стать окаменелостью – это как выиграть в лотерею. Очень редко случается, что скелет или тело животного сохраняется так долго, чтобы быть захороненным, а потом сохраниться в виде окаменелости. Миллионы лет останки сохраняются по мере того, как образуются все новые и новые слои грунта, закапывающие окаменелость все глубже и глубже. Нужно, чтобы тело пролежало довольно долго, чтобы его накрыл новый слой почвы. Требуется спокойная среда, чтобы хвости не рассыпались, чтобы труп не был разодран падальщиками. Должно быть, острозубый ихтиозавр умер в идеальных условиях для сохранения своего скелета 240 миллионов лет назад на дне моря, ставшего потом штатом Невада. В 2008 году был обнаружен почти полный скелет. Это очень редкая находка. Мы обнаружили цельный скелет, ни одна косточка не пропала. Такого почти никогда не происходит. Острозубый ихтиозавр лежал глубоко под поверхностью Земли. Затем, через многие миллионы лет, плиты континентов разломились и подняли запад США наверх. земля, когда-то бывшая дном моря, стала горами в штате Невада. Камни и осадочные породы постепенно показывались на поверхности, пока не появились и окаменелый Астан. Но для окаменелости важно не только стать окаменелостью. Надо снова выиграть в лотерею, надо быть обнаруженным кем-то, кто может сохранить окаменелость, пока она не превратится в пыль. Когда они выходят на поверхность, то мороз, дожди и ветра начинают разрушать окаменелость, и через пару-тройку лет от них ничего не остается. Почти идеально сохранившийся скелет острозубого ихтиозавра дает ученым хороший шанс понять, где его место на эволюционной шкале ихтиозавра. Но находка это только начало. Дальше процесс продолжается в лаборатории. Сейчас ихтиозавр в Музее естественной истории Филда, и он еще не готов. Это крупный экземпляр от 10 до 12 метров. Работа с ним занимает много времени. Окаменелости динозавров и других древних существ не приходят сюда в виде отдельных косточек, которые можно складывать, как конструктор лего. В Чикагском музее Филда специалисты отделяют кости острозубого ихтиозавра от крепкой каменной плиты, в которой они хранились более 240 миллионов лет. эхтиозавра есть несколько сложностей. Во-первых, это его размер, он такой огромный, работа с ним отнимает много времени. Акико Ашинья специалист по подготовке костей для музея. Ее задача аккуратно достать эхтиозавра из того, что похоже на груду булыжника. Эхтиозавр заключен в множество кусков камня. Реконструкция его скелета становится собиранием доисторического пазла. Вырезать кость из камня это очень кропотливая и медленная работа. В основном мы пользуемся ручными инструментами. Это миниатюрный отбойный молоток, вроде того, чем пользуются при строительстве дорог. Эта часть входит туда-сюда и просто выстукивает кость из камня. Надеюсь, между ними есть промежуток и окаменелость хорошо будет отделяться от камня. Мне надо поработать над этой частью. Надя и Йорк сказали мне, что эта часть очень важна, они хотят знать, как кость соединяется с костью. Первым делом Акику надо найти черепные швы, являющиеся соединениями разных частей черепа. Но 240 миллионов лет могут стереть границу между костью и камнем. Некоторые части ихтиозавра одного и того же цвета. Камень серый сам по себе, кое-где посветлее, кое-где потемнее. В нем много ракушек, потому что ихтиозавр жил в морской среде. Здесь много ракушек, моллюсков, их раковин, которые похожи на части ихтиозавра. Их очень трудно отделить друг от друга. Чтобы определить, где на эволюционной лестнице ихтиозавров стоит это существо, им потребуется весь скелет целиком. Пока готово только 60%. В то время как в Чикаго происходит этот кропотливый процесс, команда в Неваде делает неожиданное открытие. Это что, зуб? Он был здесь? В Неваде продолжаются поиски. Осил Хилл хорошо известен десятками скелетов ихтиозавров, обнаруженных здесь за последний столик. Но пока здесь нашли только одни останки острозубого ихтиозавра. Фалеонтологам нужно больше свидетельств, чтобы лучше понять, какое значение находка произведет на историю эволюции. Одним из наших главных желаний было найти других острозубых ихтиозавров. Это не редкость, когда у нас есть только один образец какого-то вида. Поэтому еще более важно во всех подробностях изучить эту окаменелость. Нам нужно приложить еще больше усилий при раскопках, найти еще больше образцов. Нужна удача. У нас есть шанс найти окаменелость ихтиозавра. Как минимум сто останков ихтиозавра было обнаружено в районе Фосилхилла. Вскоре после начала поисков команда обнаруживает что-то у подножия холма. Рёсу Кемотани натыкается на различия в цветовой краске камня. Эти крошечные черные линии могут показаться просто очередным минералом для неспециалиста. Но умение отличить окаменелость от камня – это искусство палеонтологов. Матани сразу же видит, что это окаменелость ихтиозавра. Это загадка. Что это за часть тела? Какая часть? То есть какая часть позвоночника? Да. Ух ты. Здесь у нас великолепный хребет с дырой посередине. Это на самом деле не дыра, оно очень похоже. Здесь у нас ребро и вот ребро. Может что-то еще? Вы заметили что-то еще? По размеру и форме позвоночника Матани определил, что этим окаменелостьям около 245 миллионов лет. Они недостаточно старые для этого исследования. Но не только анатомия животного помогает определять его возраст. его местонахождение на Fossil Hill также является важным фактором. Палеонтологи могут определить возраст окаменелости по тому месту, где она была обнаружена. По мере того, как ученые забираются выше по склону, они устремляются все дальше вглубь веков. Чуть выше они находят вторую окаменелость ихтиозавры. Она меньшего размера, значит, это было более древнее примитивное существо. Это, как вы видите, маленькие ихтиозавры. Да, они меньше тех, что мы видели. Верно, верно. И более древние, потому что чем выше мы идем, тем все дальше и дальше по времени. Там сзади была более крупная окаменелость, а эта, видимо, древнее ее, меньше, чем на миллион лет. Одно из достоинств Fossil Hill это то, что мы можем продвигаться назад во времени. От подножия холма мы можем идти вверх и преодолеть 5 миллионов лет. Силы, создавшие эту машину времени, это тиктоника плит. Континенты лежат на отчасти жидкой, отчасти расплавленной массе внутренней поверхности Земли. Они плавают по этой поверхности. Во все времена континенты дрейфовали. Когда первые рептилии покинули сушу и стали ихтиозаврами, был только один континент под названием Пангея. Затем Пангея стала разделяться. Плиты двигались сантиметров на 5 в год. Но если взять период в много миллионов лет, это будут огромные расстояния. Земля это очень подвижный организм. И земля, которую мы знаем, является такой всего 50-60 миллионов лет. За миллионы лет морское дно поднялось наверх и стало горами. и поднимаясь, дно несло с собой свидетельство своего подводного прошлого. Направляясь к вершине холма, команда обнаруживает то, что может стать ключевым артефактом тектонических сил. Эд Эмбри находит окаменелость ихтиозавра, впечатанную в небольшой осколок камня, который выпирает из склона холма. Смотрите, ничего себе, просто отлично. Да, они очень похожи по форме. Посмотрите на этот хребет. Он не такой широкий, но по-прежнему цилиндрический. Это основная черта. А этот цельный. С какую сторону он смотрит? Где его голова? Думаю, что голова там. А бедро должно быть упрятано где-то здесь. Если мы выроем остальные части, мы увидим больше. Судя по этим позвонкам, вы можете определить его длину? Да, она от двух до двух с половиной метров. Это его полный рост. Хотя эта окаменелость принадлежала неострозубому ихтиозавру, но Таня убежден, что тем не менее это какой-то ихтиозавр. И он гораздо древнее того, что они ожидали увидеть. Здесь у нас позвонки, здесь тоже, вот здесь, да, вот здесь еще один, да, еще один, его видно лучше всего. Да, он не как диск более поздних ихтиозавров, а больше как цилиндр. Это просто замечательно. Довольно длинный. Узкая цилиндрическая форма позвонков позволяет сказать, что эта окаменелость появилась за несколько миллионов лет до времен острозубых ихтиозавров. Более тонкие позвонки ранних ихтиозавров предполагают, что они плавали, двигая всем телом, как уголь. Ученые считают, что эти движения давали им быстроту и маневренность на мелководье. Но с развитием ихтиозавров их позвоночник крепчал. У острозубого ихтиозавра позвонки дисковой формы. И он плавал, двигая своим огромным хвостом взад-вперед, что давало ему силы охотиться в открытом океане. А у тех окаменелостей найдены в горах Агаста. Какой формы были позвонки? Форме диска. Да, форме диска. Форме обычной пепельницы. То есть немного отличались от этого. Да, явно отличались. Это по-настоящему примитивное существо. Эти окаменелости более древние, чем ожидалось. Но их половина по-прежнему захоронена внутри холма на его склоне. Палеонтологи ищут свидетельства, которые помогут им ответить на вопрос, как ихтиозавр эволюционировал из сухопутного существа. Я иду в тот угол, потому что там может быть череп. Тем временем, почти за две тысячи километров отсюда, окаменелости гораздо более крупного морского существа, уже открывают новые сведения о переходе этого существа от сухопутной жизни к морской. Это существо называется мозазавр. И когда-то он плавал там, где сейчас находится штат Канзас, в водоеме, названном Западное внутреннее море. Крупные столбы известняка хранят свидетельство об этом подводном прошлом. Камни, по которым я сейчас хожу, были дном Западного внутреннего моря около 85 миллионов лет назад. Когда Западное внутреннее море тянулось от Миссури до Аризоны и Невады, от Мексиканского залива до Полярного круга. Это было большое море внутри континента размером со Средиземным. Сейчас мы с вами стояли бы на глубине 180 метров. Но ихтиозавры не царили в этих водах. Они уже 15 миллионов лет как вымерли. мы не знаем, почему ихтиозавры исчезли. Возможно, они просто достигли конца своей успешной гонки и затем позднейшие формы исчезли и закаменелось. К вымиранию видов может вести много факторов. Перемена климата, борьба с другими видами или нехватка источников продовольствия. Но природа не выносит вакуума, и другая рептилия стала царем вод. Мазазавр. Они были очень крупными, похожими на ящеров морскими рептилиями. Они вырастали до 10 метров в длину и могли есть все, что плавало вокруг. В то время быть живым было очень опасно. Они родственники ящериц, очень успешное семейство. У них был подвижный челюстной состав, и они могли открывать свои челюсти очень широко. У них была огромная пасть, они были очень успешными. 10-метровый эстрозубый ихтиозавр был самым крупным морским существом 240 миллионов лет назад. Из всех мазозавров сравниться по размеру и свирепости с ихтиозавром мог только тилозавр. Тилозавры были огромными, размером с современный школьный автобус. Они были крупнее самого страшного динозавра тех времен. В длину эти существа были больше самого крупного тираннозавра. Они могли есть все, что попадется у них на пути, включая других мазозавров или черепах, больших рыб, птиц. 20 миллионов лет мазозавры доминировали в океане. Но их царство подошло к концу во время другого глобального вымирания. 65 миллионов лет назад астероид размером с Манхэттен прорвался сквозь атмосферу и упал на мексиканский полуостров Юкатан. Его падение подняло огромный столб огненного пепла и по мощности было сопоставимо со взрывом 100 миллионов мегатонн тротила, что в биллион раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Пыль и мусор надолго заслонили солнце и температура земли опустилась до сильных морозов. 75% жизни на земле исчезло. Это событие называют массовым вымиранием в конце мелового периода. Массовое вымирание в конце мелового периода стало мощнейшим событием в истории Земли. Но оказалось сильное влияние на состав атмосферы, на температуру, на жизнь в океанах и на сушах. Самыми известными жертвами этой катастрофы были динозавры. Но морскую фауну постигла та же участь. Мозозавры и другие формы жизни не выжили. Большой камень, упавший с неба, не убил их мгновенно, но он в ответе за уничтожение пищевой цепи, поддерживавшей тысячи этих крупных хищников. И когда вся эта еда исчезла, мозозавры в буквальном смысле умерли от голода. Но массовое вымирание в конце мелового периода открыло путь новой миграции от суши к морю. На сей раз для млекопитающих. Окаменелости показывают нам существо, похожее на крошечного оленя, которое могло развиться в современных китов. Начинается эволюционное путешествие китов от суши к морю. И становится ясно, что когда-то его проделали и мозозавры. Однако ученым по-прежнему нужно найти недостающее звено в цепи ихтиозавров. На сей раз команда делает открытие, которое, как они надеются, сможет дать им ответ. Рядом с вершиной Fossil Hill команда палеонтологов совершила новое потрясающее открытие. Они нашли останки ихтиозавров. И хотя эти окаменелости принадлежат не острозубому ихтиозавру, разочарованных нет. Похоже, что они на 5-6 миллионов лет старше, чем острозубые ихтиозавры. Таковы его основные примитивные характеристики? Во-первых, это позвоночник. Мы только что говорили об этом. Позвонки цилиндрические, а не дисковые. Все остальное на данном этапе рассмотреть сложно, поэтому я хочу откопать его до конца. Нам надо все это убрать и размести землю? Да, было бы здорово. Ладно, за работу. Но им нужно работать быстро. Поднимается ветер и приближается буря. Простите, мне надо было закрепить кость. Мы спешим. Мы смоем это. Я слишком взволнован. Хочу, чтобы уже показался весь скелет. Да. Раскопав края камня, команда может взглянуть на окаменелости поближе. Я думаю, этому не будет конца. Нам надо где-то остановиться. Может промоем их и посмотрим? Да, да, только так. Смети все остальное. Трудность в том, чтобы отличить камень окаменелости. Это обычная проблема. Пэт Эмбри моет камень, чтобы кости было лучше видно. Но окончательное познание вида ихтиозавра еще впереди. Вы только посмотрите. Здорово. Здесь гораздо больше ребер, чем мы думали. Это позвоночник, который мы видели раньше. Это ребра, которые мы видели. Какие-то кости здесь и там, но они с трудом различимы. На этом этапе трудно сказать, что у нас есть. Это называется брюшные ребра. Это не обычные ребра, а дополнительные. они прикрывают живот. У нас их нет, а у рептилий есть. Вот что это такое. Нам надо найти продолжение этого животного, посмотреть, насколько оно длинное, найти череп. Когда мы все найдем, мы сможем упаковать окаменелости и увезти. вы можете заявить, что это один из древнейших теозавров Северной Америки? Да, несомненно, это именно так. Думаю, нам обязательно надо увезти его отсюда, хотя это и займет много времени. Они хотят вытащить окаменелости и отвезти их в лабораторию, но надвигается буря, а им нужно более мощное оборудование, поэтому это подождет. Команда хранит надежду, что этот их теозавр сможет продемонстрировать переход от сухопутного существа к морскому, чья конечность была похожа на лапу, больше, чем на плавник. Но большая удача может ждать прямо здесь. Да, если он такой же, как и другие самые древние теозавры, мы увидим плавники, но есть шанс, что он еще более примитивный, не так ли? Нам нужно вернуться еще немного назад, большую черт сухопутного животного. И вероятно, его можно найти только в одном месте, так и китов. Все древние киты были обнаружены в Пакистане. Это единственное место, потому что там они заходили в воду. Мы не знаем, где их теозавры полезли в воду. Может быть, здесь, а может, в другом месте. Но если здесь, то у нас есть шанс найти что-то примитивное. именно то, что нам нужно. Обнаружение этих древних окаменелостей — это один кусочек эволюционного ребуса их теозавра. Но никто не уверен в том, какую роль играл острозубый их теозавр во всей истории. С ответом придется подождать, пока их теозавра подготавливают и изучают. На данном этапе наше изучение этого животного не закончено. Чтобы делать какие-то серьезные выводы о том, какой группе их теозавров он принадлежит. Нам надо дождаться результатов анализа данных, которые мы собрали, чтобы продолжить исследование. Тем не менее, очевидно одно. Острозубый их теозавр и его роль на вершине пищевой цепи изменили представлений ученых о первых морских рептилиях. Программа озвучена студией ARK-TV. Текст читал Игорь Тарадайкин. Редактор субтитров Редактор субтитров Тарадайкин. Редактор субтитров Редактор субтитров